Для того, чтобы искать металлические какие-то предметы, у нас в арсенале есть вот такая штука, называется неодимовый магнит. Готов с каждым поспорить, что его не он порвет никто. Можно поправить? Можно, пойдем. Мощный магнит, водолазный нож, запасной баллон с воздухом и еще целый арсенал предметов для спасения жизни. Химспас провел уроки безопасности для детей из-за двух лет. Мы им рассказывали про безопасность на воде, как вести себя на воде. Сейчас такое время, что начинается паводок, мы к нему готовимся, и поэтому обязаны предупредить детей. Пятиклассница Вероника Яковлова активно задает вопросы. Сегодня есть возможность узнать о действиях ключей снизу рук обыжи, а не примените. Я всегда думала, что если когда-то со мной такое случится, что я пойду на лед, не знаю зачем, то я буду проверять постоянно ногой, он тонкий или нет. А сейчас мне рассказали, что этого делать нельзя, и что надо проверить какой-то палкой. Если вы провалились под лед, первым делом скидывайте верхнюю одежду. В первые секунды она заменит спасательный круг. Выбирайтесь на суше, опираясь на локти. Знать простые правила важно. Редко кто помнит инструктаж наизусть и не теряет контроль над ситуацией. Поэтому спасатели всегда на чеку. Вот лишь один из последних случаев. Стояли на льдине, обнимали друг друга, потому что льдина уже по кромке начала таять. Вот они на ней плыли. Красавцы. Ждали помощи. А все начиналось с того, что, Вася, давай вот мы сейчас сюда встанем, а вот здесь потопаем. Они потопали, в итоге мы их спасали. У спасателя всего 7 минут, чтобы предотвратить беду. Действует молниеносно. С Нового года бойцы «Химспас» вытащили из-подо льда 12 человек. Половина из них дети. В преддверии весны безопасность на воде – острый вопрос. Накануне химкинские спасатели вместе с центральным аппаратом МЧС проверили готовность сил и средств к паузу. Инспекция показала, команда готова к любым непредвиденным ситуациям. Все не правильно, не требующие в этом месте. Еще придете.